Всем привет! В предыдущем видео, которое я выложил на своем канале в YouTube, был облет самодельного клона квадрокоптера DJI Inspire, стоимость которой доходит до 300 тысяч рублей. На данный момент я его сейчас разобрал и хочу вам продемонстрировать, что необходимо, чтобы его собрать. Хочу выразить благодарность всем тем, кто мне помогал с данным проектом, а именно это Денис Сергеев с Красноярска, Денис Леонов и Константин Шевченко из города Таганрог, которые непосредственно мне советовали по техническим вопросам, так как Денис Леонов собрал предыдущую модель, так как это Inspire 2 уже версия, он собрал предыдущую и говорил, какие особенности. Константин Шевченко непосредственно мне помогал по настройкам и по изменению файлов. Оригинал файлов я выложу в описании под видео, где находятся. Вы скачиваете и распечатываете и как бы собираете. Я же немного изменил и кому если они непосредственно понадобятся, пишите мне личку ВКонтакте, адрес также будет под описанием видео. Я вам скину на электронную почту. Как вы видите, данные все распечатанные элементы разложил по зонам, чтобы было более-менее понятно. Вот эти элементы, которые нам предлагают файлы для печати, мне не пригодились. Это мы уже пытались изменить, но они мне показались какие-то хлипкие, поэтому не стал их использовать. Вот эта зона непосредственно, это середина нашего корпуса, которая будет расположена вот здесь в середине. Это облицовка также нашего корпуса, которая потом склеивается. Здесь три элемента. Вот эти элементы отвечают за тягу, поднятия и опускания лучей нашего кратокоптера. Это непосредственно соединители наших карбоновых трубок и лучей и подкосов. Эта зона у нас это элементы крепления двигателя, ножки и промежуточные элементы, которые будут собираться вот таким вот образом. Стягивается это все болтиками. И это элементы непосредственно уже передача, то есть закручивание трубок, так как трубки будут находиться с креплениями моторов и при поднятии, чтобы они всегда были в горизонте. Хочу сказать вам по поводу печати. Использую я принтер, а не кубик i3 мега. За год пользования нареканий вообще нету, скажем так. По изготовлению элементов. Печатал соплом 0,4. Полщина слоя 0,25. Плотность заполнения, значит, у центральной части и двигательной у нас по 25 процентов заполнения изнутри. Также вот этих элементов 25. При первом испытании был сразу же краш. У меня сломались вот эти два элемента оба и треснул вот этот элемент соединения подкосов с тягами. Значит, я решил вот эти элементы распечатать в 50-кратном процентном заполнении. Советую также вот эти, наверное, все-таки сделать заполнение 50 процентов, но они у меня также 25, ну, как видите, выдержали все равно. А вот эти элементы, которые берут низ на себя непосредственную нагрузку опускания и подъема лучей, я распечатал в 90 процентном заполнением пластика. Все настройки на своем принтере я сделаю скриншоты и выложу в конце видео, чтобы вы могли, допустим, остановить видео и посмотреть, какие параметры для печати температуры либо еще что. Да, хочу сказать, это у меня все распечатано пластиком PLA. Сейчас для сравнения приведем другие пластики, которыми я также пытался печатать. Сделаем конец анализ. Для сравнения, до этого была такая распечатанная в 25 процентном заполнением деталь. Сейчас мы ее взвесим. Весит она 24 грамма и с 50-кратным заполнением 30. Как видите, разница небольшая, но прочность гораздо лучше. Поэтому и советую вот эти вот элементы распечатывать также с 50-кратным заполнением. Также было распечатано из ABS пластика вот такая вот наша ножка, две детали с 15-кратным заполнением. Довольно-таки прочная. Он попросил для сравнения. Возможно, даже лучше может быть и ABS попробовать распечатать все эти элементы. Смотрим вес 29-28. Если же взять с PLA эти же две детальки, но здесь 25-кратное заполнение. Также было немножко переделано вот эти вот элементы, два штуки. Здесь соединяются они, болтами скручиваются. То есть вы заметили вес 38-39 грамм без учета болтов. Переделаны были вот такие вот ножки. Как видите, расстояние между ними еще сантиметров 5. Возможно, это будет замена этим элементам, чтобы можно было на наш квадрокоптер повесить 2-3 севой подвес для, скажем так, съемки с воздуха хорошей камерой. Как видите, насколько 5-6 сантиметров разница. И этот элемент. Ну, конечно, их распечатываем две, склеиваем. Получается 44. Но здесь не будет уже болтиков, поэтому вес получается одинаковый. Им, конечно же, интересно, сколько сюда ушло пластика и сколько общий вес необходимых деталей, которые надо распечатать. Ну, прошу прощения, здесь я уже вставил подшипник. Не могу его вытащить, но вес его не такой уж значительный, там, грамм, ну, 20 даже скину. И микровыключатель с диодами, с проводками тоже. Ну, бог с ним. 40 грамм мы с вами уберем. Значит, берем пакет и складываем все элементы для нашего взвешивания. Неоднократно мне задавались вопросы, писали комментарии, увлечки вконтакте, сколько это все весит. Ну, конечно же, печатал сначала с 25-кратным заполнением, потом с 50. И, честно сказать, мне самому интересно, сколько кипеет. Естественно, раньше был гораздо меньше вес. Сейчас он будет больше. Давайте так, взвесим сначала вот эти элементы и сверху положим уже в корпус. Включаем. 0 грамм. Ложим. 621 грамм. И ложим сверху нашу облицовочку. Общий вес составляет 692 грамма. Скинем еще немного. Получается 680. То, что у нас там подшипник, проводки, два микровыключателя, два диода. 690 грамм. Довольно-таки приличный вес для такого огромного квадрокоптера. Выписал я на источки, непосредственно ценник и что необходимо. И сейчас вам все это озвучу. Значит, скажу так, многие элементы у меня уже были. Стояли непосредственно на моем клоне GI Mavic. Я снял с него и решил использовать на Inspire. Это непосредственно полетный контроллер и регулятор. Значит, один момент такой, я не стал разбирать, распаивать, чтобы вам показать все это. Расскажу наглядно. Ну и при сборке еще раз повторюсь. Значит так. Регуляторы 4 штуки. Вот такие вот на 30 ампер. Под 2, 4С. Я непосредственно делал под 4С. Но советую, наверное, все-таки регуляторы взять уже под 6С. Расскажу, почему дальше. Вы поймете. Сразу берите, чтобы, наверное, под 6С. Возможно, сэкономите на этом. Вот. Значит, 4 регулятора. Вот они находятся на трубках уже спаяны, с конденсаторами, с каждой стороны. Вот. Стоимостью 1832 рубля. Дальше. Непосредственно наш мозг F405 CTR. Тоже пока не распаял, не стал. Также его использовал на предыдущем своем квадрокоптере. Clony GI Mavic. Стоимостью 2134 рубля. Хочу сказать еще такой момент. Это брал я, ну, относительно уже времени прошло, там, скажем, полгода. Цены постоянно меняются. Это буду рассказывать, сколько я непосредственно затратил. Если вы будете брать и смотреть по ссылкам стоимость, она, возможно, изменена, наверное, скорее всего, в большую сторону. Ну, что-то и в меньшую. Можете смотреть такие же элементы, там, грубо говоря, в других магазинах. Возможно, они будут там дешевле. Все это приобреталось на Алиэкспрессе. Ссылки будут ниже под видео в описании. Значит, потом к нему идет также модуль GPS-навигации TS-100. 926 рублей я давал за него. Так, потом такой металлический вал с втулкой. Это идет уже от 3D принтеров элементы. Он, значит, идет большим размером. Обрезал я его болгаркой до 8 сантиметров. Нам нужно длина такого вот штока 8 сантиметров. Стоимость его 113 рублей. Потом вот такой вот элемент еще заказывал. Также с 3D принтеров идет к серве. Соединение сервы с нашим штоком. Стоимостью 91 рубль. Значит, его размеры 5 на 8, и на 25. Значит, что такое 5, что такое 8. Вот это вот размер, это размер 8 миллиметров, чтобы наш шток туда залазил. А вот этот 5 миллиметров, это чтобы сюда серва к нам подсоет. Ну, подходила и мы могли притягивать. Но у серва, если не ошибаюсь, по-моему, 6 миллиметров диаметра. Придется взять шуруповерт сверлом и просверлить. Проблем никаких не составляет. Значит, вот этот вот элемент металлический. 91 рубль. Еще такой момент уже в дальнейшем в сборке. Я, наверное, закажу еще один, но без вот этих вот фасок прорезных. Есть также сплошная, потому что это дает гибкость с одной стороны, вроде серву там не закусывает в случае чего. Ну, возможно, попробуем, наверное, и на жесткой сцепке, скажем так. Дальше. Сама серва MG995 с поворотом на 360 градусов, стоимостью 449 рублей. Вот такая вот она, G995. Дальше. Два вот таких вот. У нас один был уже вставленный в пластиковом элементе детальки одной. Вот таких надо два подшипника. 608 ZZ. 64 рубля за 2 штуки. Так, шпильки для соединения всего корпуса. Такие М3. Здесь скажу сразу. Все винты, все болты, гайки это М3. Длиной они по 170 миллиметров. Потом они обрезаются также болгаркой. Дальше скажу вот насколько. И в комплекте 10 штук. 261 рубль. Потом как-то наткнулся и в хозяйственных магазинах они также продаются метражом. Можно резать, так что посмотрите. Так. Теперь наши карбоновые трубки. У таких вот надо карбоновых трубок 3 штуки. Длиной они продаются по полметра. 22-20. То есть 22 это внешний диаметр трубки, 20 внутренний. Нам нужны их 3 штуки. Общая стоимость за 3 штуки 1593 рубля. Потом тяги. Вот такие вот две. Так же идут с 3d принтеров. Здесь у нас такой крыльца бычий глаз. Вот. Который поворачивается. Нам нужны две штуки стоимостью 178 рублей. Далее. Нужны также также 14, если не ошибаюсь. 1412 АШК 1412. Таких вот 4 подшипника стоимостью за 330 рублей. Балансировочные провода. В комплекте их 5 штук для сборки литий-ионок. За 5 штук под 4s 132 рубля. Сами литий-ионки вот такие. Продаются они по 10 штук. Я заказал, собрал вот две сборочки. Как видите. Вот. Сейчас заказал еще себе 10 штук. Как раз еще две сборки и даже вот остается как раз третью сделать. Буду испытывать по мощности, по тяге, чтобы больше нагружаемость была на этот квадрокутер. За 10 штук 2,683. Также нам нужны вот эти вот провода 14АВГ. Сечение это по какому-то китайскому. Нам надо 4 метра стоимостью 324 рубля. Теперь самым дорогим элементом во всей сборке это двигатели. Видите двигатели компании ГАРД 4108 на 500 КБ. Используются как под 4, так и под 6s. Поэтому я говорил. Возможно наши регуляторы надо будет все-таки взять под 6s. Почему? Если мало будет тяги, мы из 4s их переделаем под 6, дабы была больше мощности их. Под, скажем так, забегая вперед, пропеллеры я использую 15-55, 15-дюймовые. Они как раз под 4s. Если вы будете их использовать, то тяга 1670. Если под 6s, тяга будет почти там 2 килограмма каждого двигателя, но надо использовать будет пропеллер уже 12 дюйма. Стоимость, забыл сказать, двигатель. Это, наверное, самый дорогой элемент. 4 штук 6295. Пропеллеры за 4 штуки вы дадите 1424 рубля. Также с единителей вот такие вот для батарейки, так как у нас несколько сборок, можно сделать либо одну, либо, как я сделал, по несколько штук и соединяешь их вот такими вот элементами, стоимостью за 210 рублей. Конечно, можно самому купить эти XT-60 и спаять непосредственно. Значит, также нам нужны трубка карбоновая. Вот такие вот нарезочки. 14 на 12. 14 это внешний диаметр, 12 внутренний. Продается на полметра. Одна трубка стоит, она ей нужна одна, 393 рубля. Потом надо нам клей, который не дает от вибрации винтиком раскрутиться. Он там 157 рублей. Приемник. Это я просто для показа взял. Но лучше мы будем использовать. Я уже использовал. Также Flysky i6b, который работает по протоколу iBus и S-Bus. Это просто для наглядности. Потом необходимые диоды. Я, кстати, также не распаиваю. Не распаивал. Вот, просто покажу. В радиолавку какую-нибудь зайти и приобрести диоды. 1N5822. Два штуки. И микровыключателя. Два штуки. Они, кстати, также используются на 3D принтерах. Необходимо. Ну, также два штуки. В общем, длина вот этих вот так тяг наших лучей 40 сантиметров. А подкосов 20 сантиметров. Необходимы также винтики разной длиной. По такому количеству, так вот, 16-ти миллиметровых у нас 32 штуки. 20-ти миллиметровых 4 штуки. 25-ти миллиметровых 14 штук. 30-ти миллиметровых 16 штук. 35-ти миллиметровых 12 штук. И 40-ка миллиметровых 14 штук. Конечно, берите все с запасом. Потому что куда-то закатиться, куда-то денется. Потом заново бежать в магазин. Как бы неохота. В общей словности у нас 92 винтика. Соответственно, сколько же гаечек необходимо М3. Скажу сразу. Возьмите и обычные гаечки, не самоконтриющиеся. Также гроверы и обычные шайбочки в небольшом количестве. Ну и советую также еще раз повторюсь побольше взять с запасом. Также забыл сказать. Вот такой вот нам модуль нужен. Скажем так, преобразователь. Он понижающий. У нас питание 14,8 вольт от аккумулятора. Он понижать у нас будет до 5 вольт. Это дополнительная запитка для нашей сервера. Не от приемника, а именно от такого вот модуля. Необходимо сделать. И также нам необходимы конденсаторы. Значит, 5 конденсаторов. Вот такие вот. Также в радио они в магазине продаются. Какие там специальные для компьютеров. Значит, емкостью 1000 микрофарад до 35 вольт. В количестве 5 штук. И необходимы такие же маленькие. Емкостью они по-моему 470 микрофарад до 35 вольт. Таких 8. Кстати, решил я вместе с вами сейчас собрать и светодиоды поставить. Заказал 4 красных и 4 зеленых светодиода. И именно от нашего аккумулятора 14,8 вольт посчитал необходим такой вот резистор. примерно 1,5 килоома. Буду вместе с вами паять, показывать. Ну, чтобы подсветочка, как говорится, в наших лучах была красиво, все выглядела. ну, и подведем итоги. Значит, сколько мне обошлось на все вот это приобретение, всей нашей, скажем так, электроники и дополнительных элементов. Затраты составили на 20278 рублей. Плюс, возьмем, просто накинул пару тысяч, это приобретение винтиков, конденсаторов, резисторов, светодиодов. Это вот один момент. Запомните, ну, 22, скажем так. Еще другой момент, чтобы распечатать наши вот эти все элементы с какого-либо пластика, это дополнительные затраты. Скажем так, вес у нас составляет 700 грамм, как мы взвесили. В моем городе за каждый грамм распечатанное изделие платится 15 рублей. В других городах 10. Вот. Ну, вот в моем, если непосредственно брать, город-герой Тверь, стоимость составит вам 10500. Это идет дополнительные затраты для сборки. Если же есть у вас свой 3D-принтер, вам составит приобрести, купить 1 килограмм пластика за 1000-1200 рублей. Тут, конечно, задается вопросом, не проще ли купить сразу принтер, чтобы распечатать. Конечно, это лучший будет вариант. Вы можете печатать что угодно. В случае, если у вас что-то поломалось, вы сможете заново перераспечатать этот элемент, собрать и дальше полететь, чем дальше кому-то платить. Ну, скажем так, одни из бюджетных принтеров стоимость 12-13 тысяч. А распечатать вот это все это стоит 10-500. 10. Наверное, все-таки лучше купить принтер дешевый там Аннет-8. Я, допустим, печатаю на принтере, а не кубик i3-мега. Нареканий вообще никаких нет. Скажем так, почти год назад брал я его, пользуюсь стоимостью за 19-800 с московского склада в течение недели мне его доставили. так что решать вам нужен ли вам этот квадрокоптер с такими затратами. Ну, соответственно, это клон такого же функционала он не сможет сделать как оригинал. это сумму вам озвучил и затраты без учета FPV оборудования вот без подвеса скажем без аппаратуры управления в общей сложности наверное все-таки с аппаратурой со всем остальным с подвесом дешевым наверное все-таки дойдет наверное 30-35 так что подписывайтесь на канал смотрите продолжение по сборке если вам это интересно пишите комментарии вот что вам понравилось что нет ну также советы жду от вас о дальнейшей работе всем пока